Дневники Универсиады Родина Кёрлинга – Шотландия, где он появился в начале 16 века. Первые изображения игры, похожие на кёрлинг, встречаются на полотнах знаменитого голландского художника Питера Брейгера. Предполагают, что игра получила своё имя от шотландского глагола «кёр», описывающего рычание, издаваемое камнем при схожении по льду. Первый клуб кёрлингистов был открыт в 1737 году. В те времена площадками для игры служили замёрзшие реки и озёра. В качестве снарядов использовали любые тяжёлые камни подходящей формы. Со временем этот вид спорта распространился по всему миру. На Олимпийских играх 1924 года впервые были проведены демонстрационные соревнования по кёрлингу. Но в официальную программу Олимпиады этот спорт попал лишь в 1998 году на играх в Нагано. В программе Универсиады кёрлинг появился в Италии в 2003-м, как одна из дополнительных дисциплин. Ещё 13 лет назад в Казахстане никто и не слышал про кёрлинг. Значительный вклад в зарождение и популяризацию этого вида спорта в нашей стране внес член Национального олимпийского комитета Виктор Георгиевич Ким. Он познакомился с кёрлингом в 1998 году во время посещения зимней Олимпиады в Нагано. Необычное зрелище на льду буквально заворожило его. Вернувшись в Алматы, Виктор Георгиевич основал Ассоциацию кёрлинга Казахстана. В составе национальной сборной он участвовал в соревнованиях в качестве спортсмена и тренера. Вид спорта, конечно, новый. Создали команды, в основном на свои деньги. Сами купили оборудование, сами выезжали на чемпионаты мира, завоевали какое-то доверие в Министерстве спорта, среди спортивных чиновников. Затем нас включили в штатную команду, сейчас идёт финансирование. И, как видите, команду мы подготовили к универсиаде. Главный успех – это то, что мы уже представлены на чемпионатах мира. То есть мы завоевали право участия в чемпионатах мира. Успехи, конечно, пока не сказать, что самые великие. Но на Тихоокеанско-Азиатских чемпионатах мы уже занимаем четвёртые. Вот на прошлом чемпионате Тихоокеанско-Азиатского региона девочки попали в полуфинал, заняли четвёртое место. Мы пока на седьмом месте. Ну, что сказать. В Китае, Корее, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Гонконге. Кёрлинг, он возведён в рамках национальной спортивной политики. Ребятишек берут 67 лет, и вот уже за 20 лет они подготовили чемпионов, чемпионов мира, олимпийских игр. Мы пока что фактически всего занимаемся 13 лет. Но реально начали заниматься 3-4 года назад. Правила кёрлинга были официально утверждены в начале 19 века. С тех пор они почти не изменились. В игре участвуют две команды по 4 человека. Матч состоит из 10 независимых периодов, называемых эндами. В течение одного энда команды по очереди выпускают по 8 камней, стремясь направить их в круг, расчерченный на другом конце площадки. Побеждает команда, чей камень в конце оказался ближе всего к центру круга. Лед для игры в кёрлинг приготовлен по специальной технологии. Выдерживается определенная температура, при которой подготавливается лед. Вода для льда обязательно проходит фильтрацию. Также нужен поддерживаться определенный pH воды. Поверхность льда покрывается пузырьками воды, называется это пёбл, для того, чтобы камень равномерно скользил по льду. И в кёрлинге даже есть такая профессия, называется она айсмейкер. То есть айсмейкер – это человек, который делает лед, делает его правильно. Он прошел определенное обучение и подготавливает лед и весь стадион для нашей игры в кёрлинг. Прерыв из игры 6 игрок отталкивается от стартовой колодки, разгоняет гранитный снаряд по льду, отпуская его на размеченной линии. Его партнеры с помощью специальных щеток трут лед перед камнем, подправляя его движение и направляя в нужную точку. Такие манипуляции щеткой называются свипованием. Она нужна нам для того, чтобы корректировать скорость камня на льду, корректировать его траекторию. То есть благодаря усилию и трению сглаживается поверхность льда и увеличивается скорость нашего камня. Долгое время для проведения тренировок и соревнований казахстанским спортсменам приходилось арендовать частные площадки. Первый стадион для кёрлинга появился у нас в 2013 году и был построен на средствах федерации. Я скажу так. Если у нас будет стадион, своя база, я гарантирую, как главный тренер, как генеральный секретарь федерации, через 4 года мы будем претендовать на медали. Нужна база. В кёрлинге только занятия, постоянные ежедневные тренировки. Мы занимаемся только в зимнее время. У нас пока нет холодильной камеры, пока не достроен блок питания, раздевалок нет. Энтузиасты. Надеемся, в этом году мы закончим стадион и уже к Олимпийским играм 2022 года мы будем реально претендовать на золотые медали. В настоящее время кёрлингом в Казахстане занимаются 820 человек. По всей стране зарегистрировано 10 региональных федераций. Большинство профессиональных кёрлеров – возрастные спортсмены. К универсиаде ассоциация разработала специальную программу для подготовки молодежных сборных. Благодаря универсиаде кёрлинг получил реальное, такое, реальное, конкретное развитие. Мы что сделали? Тренерский совет, приняли решение. Тут же возрастной ценз от 17 до 27 лет. Мы привлекли сборную национальную ребят из всех 10 регионов, те, которые зарегистрированы. Все ребята, они прям дышат и живут кёрлингом, и хотят заниматься. Как я уже сказал, всем до 27 лет. Их полтора состава. То есть 20 человек реально готовы выступать. Все разных национальностей. Из 20 человек у нас 12 разных национальностей в кёрлинге. И вся республика практически представлена. Но, сразу хочу сказать, они занимаются всего год-два. Например, на универсиаде всегда команды мирового уровня, они представлены самыми сильными командами. Так сложилось уже, ну, исторически. А универсиада, как вы знаете, это второе по значению после Олимпийских игр. Но на универсиаду приезжают лучшие команды мира. Такие как Россия, Швейцария, Чехия, Германия, Швеция, Канада, Корея, Япония. Это лучшие команды мира. Естественно, нам с ними будет сложно состязаться. Но будем бороться. Рамина Юничева – капитан женской сборной, которая будет представлять Казахстан на студенческих играх. Кёрлинг меня привела моя тётя пять лет назад. Она была одной из первых, кто начинал играть в кёрлинг в Казахстане. На тот момент наш главный тренер собирал молодёжную сборную. И я пришла попробовать. Мне очень понравился этот вид спорта. Понравилось то, что в этом виде спорта важны не только физические данные, но и логика, тактика, стратегия, анализ. Постоянно в игре. Это командный вид спорта и очень захватывающий, интересный. В рамках подготовки к универсиаде наши кёрлеры провели учебно-тренировочные сборы в Южной Корее. В ноябре они приняли участие в Тихоокеанско-Азиатском чемпионате. Заключительную подготовку спортсмены пройдут на этапе Кубка Казахстана в Алматы. Мы за этот год в подготовке к универсиаде побывали на многих соревнованиях за границей. Получили хороший опыт. Также проводим сейчас тренировки здесь, на нашем стадионе. На этот чемпионат приедут 10 сильнейших команд всего мира. И нам посчастливилось просто попасть на эти соревнования. Конечно, говорить о призовых местах я не могу, но мы обещаем, что выступим достойно. Казахстанские кёрлеры верят, что универсиадо станет мощным толчком к развитию этого спорта в нашей стране. Благодаря универсиаде был построен ледовый стадион Алматы-Арена, на котором будет проходить сам наш кёрлинг. И, надеюсь, в будущем нам предоставят этот раскаточный каток для тренировок. И, конечно, если у нас будут регулярные тренировки, мы сможем показывать более высокие результаты на уровне мирового спорта. 15 января международная команда специалистов начнет готовить лед Алматы-Арены к проведению универсиады. С 21 по 24 января на Малом катке состоится 11-й Евразийский кубок по кёрлингу имени Нурсултана Абишевича Назарбаева в качестве тестовых мероприятий 28-й зимней универсиады. В турнире примут участие порядка 20 команд, включая национальную сборную Казахстана. Также ожидаются коллективы из Узбекистана и Швейцарии. Приглашаем всех любителей спорта поддержать отечественные команды и насладиться увлекательной и пока ещё экзотичной для нас игрой. Редактор субтитров А.Семкин